Всем привет, меня зовут Асем, и я бы хотела поговорить о том, чему я научилась от своей панической атаки. Этим летом мне нагрубили очень сильно, и я побежала в свою комнату и начала просто истерично плакать. Я несколько минут просто плакала, плакала и думала очень негативные и грустные мысли. Как бы мой мозг, он как бы, если случается что-то плохое, он как бы добавляет ещё негатива, чтобы всё это, чтобы всё казалось максимально драматичным, хотя это было не настолько драматично, как мой мозг это сделал, и от всей этой драматичности я никогда такого интенс, как бы очень сильного ощущения несчастья не испытывала, и когда всё это скопилось через мои мысли в голове, моё тело отреагировало именно панической атаке. Как именно я переживала эту атаку? Это когда тебе не хватает кислорода, и ты не можешь контролировать своё дыхание. Когда ты вот так постоянно дышишь, и ты не можешь ничего с этим поделать, ты просто не можешь нормально дышать, тебе не хватает воздуха, ты не можешь остановиться, ты не знаешь, что делать. Благо ко мне на помощь пришла моя бабушка, и она дала мне успокоительные, и в конечном счёте я успокоилась. Это длилось не знаю сколько минут, но я никогда не забуду этого чувства, и совет, который я хочу вам дать вообще по жизни, это никогда не думать негативные мысли именно в такой сильной манере, потому что когда ты накладываешь все негативные мысли на себя, когда ты ухудшаешь эту ситуацию тем, что ты начинаешь драматизировать её, и ты начинаешь вот так вот прям делать из неё какую-то большую беду, и раздувать эту проблему, то ваше тело это запомнит, оно оставит какой-то след на вашей психике, в вашей памяти, на вашем теле. Например, когда у меня вот случилась ссора с моей мамой, я тоже весь день плакала, это было ужасно, и мне даже вызвали медицинскую помощь и послали к психологу. Но я помню эту боль в голове, на моей передней части головы, я помню вот эту пульсирующую боль, и это было так неприятно чувствовать, что я подумала, что что бы ни случилось в моей жизни, я не буду никогда делать её хуже своими мыслями, потому что если вы позволяете своим мыслям давить на вас, и когда вы думаете о негативных мыслях, вы чувствуете себя плохо, и ваше тело, оно как бы не должно реагировать на это, как бы вы не должны настолько ухудшать ситуацию в вашей голове, что ваше тело будет вам сигналить о том, что когда ты думаешь о негативе, то мне тоже плохо, потому что вы должны в первую очередь приоритизировать своё здоровье и тело, потому что тело, оно очень мудрое, оно помнит всё, и все травматические события, которые были в вашей жизни, отражаются в вашем мозгу или как-то на вашем теле, или самоустроение вашего тела, оно отражает вашу травму, и об этом я говорила в других видео, поэтому хочу сказать вам, что если вы будете в голове думать о плохих ситуациях, то это абсолютно никак хорошо не скажется на вашем здоровье, это точно, и поэтому хотела бы снять видео на эту тему, и спасибо за ваш просмотр, всем до свидания.